Друзья мои, всем большой привет! Я знаю, что вы очень любите ролики о бюджетной косметике, поэтому я насобирала для вас кучу продуктов и сегодня готова поделиться с вами своим мнением и своим впечатлением. Конечно, сейчас, в эпоху кризиса, никто не хочет переплачивать, да я знаю, что сейчас меня смотрят молодые девочки, которые просто не в силах себе позволить дорогую люксовую косметику. Поэтому не переключайтесь, а лучше всего подписывайтесь на мой канал, потому что вас ждет впереди очень много интересного и полезного. Ну что, поехали! Вы только посмотрите, сколько интересных вкусняшек я сегодня для вас припасла. Давайте начнем, по крайней мере, для меня с самой полезной и актуальной вещи на все времена. Это полоски для очищения опор. За последнее время я решила протестировать, наверное, все самые популярные бренды, которые только есть на рынке, которые только можно приобрести в торговых центрах, в популярных магазинах типа Ревгош, Литуаль. Я обнаружила три довольно популярных бренда. Во-первых, это бренд Спринг, конечно же бренд Сетуа и бренд Пропеллер. И протестировав все эти бренды, я, наверное, поняла, что самый лучший, самый бюджетный, самый качественный, самый незаменимый для меня лично бренд, который лучше всего работает на моем лице, это бренд Сетуа. От этого бренда я пробовала очень много продуктов. Сейчас, например, я приобрела для себя очередную маску. Она идет для сияния кожи, которая выравнивает кожу, выравнивает тон кожи, успокаивает ее. Например, обожаю пользоваться пилингами, скрабами. Довольно часто появляются какие-то воспаления. Именно вот такие вот маски успокаивающие я просто обожаю. Ну, давайте уже вернемся именно к полоскам для носа. Именно вот эти вот полоски, они, кстати, идут еще отдельно для носа, в данном случае у меня для лба и для подбородка. Они лучше всего вытягивают черные точки, и я реально вижу результат, когда я их снимаю. Лучше всего использовать подобные полоски именно на распаренную кожу, не забывайте об этом. Они лучше всего так работают. Ну, вот лучше очищают именно, как по моему мнению, полоски от бренда Сетуа. Хуже всего справляются со своей работой полоски от бренда Спринг. Как по мне. Ну, а второе место я бы отдала полоскам от бренда Пропеллер. Они у меня идут классические. Есть еще угольные, они работают немножечко лучше. Еще одна очень даже не бюджетная, а реально дешевая находка. Это краска для бровей и ресниц. Но ресницы я не окрашиваю, я окрасила только бровки. Называется Сделай глазки от бренда Art Color. Девчонки, если вам интересно отдельное видео, как я проводила окрашивание, я все это засняла. И я с удовольствием это видео смонтирую и уже покажу в процессе, как я делала саму окраску, какие есть плюсы, минусы, какова техника. С удовольствием выложу для вас ее на канал. Напишите мне об этом, пожалуйста, в комментариях. Интересен ли вам обзор, либо нет. Следующие мои супер дешевые находки идут от бренда Alvindor. Первое, что хочу вам показать, это лак для ногтей просто в потрясающем нежном оттенке. Конечно, 14 дней он держаться не будет. На моих ногтях он продержался всего лишь 3 дня. Но при этом за эти 3 дня не было никаких сколов. И цена у этого лака супер бюджетная. И цветовая палитра, кстати, отличная. Этот лак имеет очень удобную кисточку, но при этом она не широкая. Лак в меру жидкий, не растекается. Но чтобы добиться такого сочного розового оттенка, нужно нанести хотя бы 3 слоя. Это не матовый оттенок. В составе присутствует несколько серебристо-перламутровых блесток. Но смотрится это очень красиво, особенно на солнышке. Следующая находка от этого же бренда, кстати, это блеск для губ. Оттенок очень сочный, такой игривый. Как по мне, он идет исключительно для вечернего макияжа. Лучше всего, конечно, выделять либо глаза, либо губы. С этим блеском я бы делала макияж глаз более нейтральным, более спокойным. Вот на самом деле, друзья, блеск отличный. Правда, не очень удобный спонжик. Смотрится на губах очень классно, очень дорого. Он не очень липкий. Он не скатывается в белую противную полоску. В данном случае у меня тон 28. Друзья, напишите, как вам оттенок. Нравится или нет. Очень такой приятный глянцевый перелив. Блеск не липкий. Он не растекается. Не затекает в первые морщинки. Смотрится на самом деле очень классно. Это тон 28. Пожалуй, единственный недостаток данного блеска, это запах. Напоминает старую бабушкину косметику. Поехали дальше. Если вы загорелая девчонка, либо мулатка, ищет для себя какой-то бюджетный, но классный, крутой хайлайтер, который бы подчеркивал ваш загар. Если вы хотите найти для себя бюджетный, дешевый хайлайтер, не хотите переплачивать, вы загорелая мулатка, вернулись с моря, либо входите в солярий, этот хайлайтер будет для вас просто идеальным. Он дешевый, он просто чумовой. Девчонки, супер вещь. Во-первых, удобная кисточка. Не все хайлайтеры могут такими вещами похвастаться. Этот продукт мне напоминает хайлайтер от Benefit. Вот честное слово, мы его наносим, немножечко растушевываем. У него немножко бронзовый оттенок, но тем он и крут. Он будет шикарно подчеркивать ваш загар. Если вы подросток, а у вас проблемная кожа, и естественно нет финансов, чтобы приобрести какой-то более дорогой профессиональный консилер, корректор, пускай это будет мак, либо еще какие-то, я бы вам посоветовала вот такой вот консилер. Он очень легкий, очень кремовый, в оттенке 20 айвори, и он идет у нас с зеленым чаем. Этот консилер имеет нежнейшую текстуру, которая прекрасно перекрывает недостатки, темные круги от недосыпа. Если у вас есть какие-то мелкие высыпания, сосудистая сеточка, либо вы недосыпаете, хотите иметь более свежий вид, девчонки, он потрясающий. Однако за счет того, что он имеет кремовую текстуру, именно на лето, его нужно обязательно припудривать, иначе он потечет. Он имеет очень легкую кремовую текстуру, на самом деле тающую в руках, на пальцах, и пользоваться им одно удовольствие. И еще один консилер, который мне безумно понравился, но он уже идет в стике. Его удобно транспортировать, положить куда-то в сумочку, в косметичку, он не займет много места, он также пахнет зеленым чаем. Однако, если сравнивать его с этим консилером, то этот более гигиеничный. Здесь не нужно лазить кисточкой, не нужно лазить пальцем. И по консистенции он немножечко плотнее, нежели этот. Но если сравнивать их свойства, то, друзья, они абсолютно одинаковые, они не сушат кожу и прекрасно справляются со своей задачей, перекрывают абсолютно все недостатки. И если предыдущий консилер немножечко отливал в розовый подтон, то этот более высветляющий, и он лучше работает на участках под глазами. Скрывает синяки, какие-то припухлости, и делает кожу более отдохнувшей. Я думаю, что вы обратили внимание, что большая часть продуктов у меня идет именно от бренда Альвердо. Этот бренд очень дешевый, но, по крайней мере, все те продукты, которые я попробовала для себя, мне очень понравились. И мне кажется, что они прекрасно подойдут как подросткам, так и девушкам после 25, как мне. Следующее, что мне понравилось, и я могла бы вам посоветовать, если вы новичок, к примеру, либо только начинаете экспериментировать со своими бровями, и не знаете, какой оттенок вам лучше всего подойдет, то я бы могла вам порекомендовать именно этот карандаш для бровей в номере 02. У него довольно удобная щеточка, но она, заметьте, необычная, но прочесывать брови ей крайне удобно. И оттенок для бровей, который, как мне кажется, очень универсальный. Он подойдет и для блондинок, и для брюнеток. Выглядит он вот таким вот образом. Пожалуй, единственное, на что я хочу обратить внимание, этот карандаш нужно затачивать. Он не выкручивающийся, но он в меру мягкий. Он не очень стойкий, сразу хочу сказать, через буквально 5-6 часов нужно обязательно подправлять свой макияж. Но как? Ну, как бюджетная находка именно для новичка, мне кажется, карандаш подойдет просто идеально. Но я думаю, что именно зимой он будет работать намного лучше и держаться будет намного лучше. Ну, поскольку сейчас лето и макияж течет, думаю, что 6-7 часов это, в принципе, очень даже неплохо. Также от этого бренда у меня есть несколько уходовых продуктов. Ну, во-первых, это салфетки, влажные салфетки детские. Я предпочитаю использовать для ребенка, хоть она у меня уже довольно взрослая, практически 3 года. Именно какие-то более профессиональные салфетки, которые не содержат спирта, не содержат никаких отдушек. Все-таки вытираю я нежное лицо своей доченьке. И мне не хочется, чтобы возникали какие-то раздражения, какие-то покраснения, какая-то не дай бог аллергия. Поэтому эти салфетки мне очень понравились. Здесь у нас целых 30 штук. И следующий продукт, о котором стоит, как мне кажется, рассказать, который достоин вашего внимания, это бальзам для волос. Он, кстати, идет абсолютно без силиконов. Волосы после него легко расчесываются, мягкие, легкие. Если вы не хотите заморачиваться на каких-то более профессиональных средствах, не покупать там керастаз для своих волос, там, к примеру, Джон Фрида. Многие смотрят ролики блогеров именно для того, чтобы подчеркнуть для себя информацию о каких-то более дешевых продуктах. И этот продукт, я думаю, что стоит попробовать. Он структурирует волнистые волосы. Вот если они у вас волнистые, то вот искренне советую попробовать. И он супер-мегаэкономичный. Также хочу вас познакомить от этого же бренда с кремом для рук. Если ваша кожа нормальная, кожа рук, если она не склонная к сухости, если вы хотите ее просто слегка увлажнить, либо напитать после мытья посуды, то этот крем с календулой прекрасно подойдет. Он имеет приятный запах, нежнейшую консистенцию и отлично увлажняет руки. Также от этого немецкого производителя у меня появилась умывалка. Эта умывалка просто идеальна для жирной и для комбинированной кожи. Она просто, не знаю, чудесным образом за одно мгновение по веению волшебной палочки шикарно удаляет черные точки и вычищает расширенные поры. После использования этой умывалки кожа бархатистая, матовая. У нее жидкообразная консистенция, но при этом эта умывалка очень вкусная и приятно пахнет. Девчонки, присмотритесь, если у вас есть проблемы с лицом и вы хотите сэкономить и нет возможности приобрести какие-то более популярные средства. Ну и вы знаете, что в последнее время я часто использую какие-то пилинги, какие-то скатки, чтобы кожа дышала, кожа обновлялась. И в последнее время я тестировала вот такой вот пилинг, также от бренда Альвердо. Он очень легкий, он имеет приятный запах. И в отличие от других пилингов, он имеет очень приятную кремовую консистенцию. После использования этого пилинга кожа очень мягкая, очень бархатистая и приятная на ощупь. Ну а сегодня на этом все. Всех вас целую, обнимаю. До новых встреч и всем пока-пока!